А вот и мой кебаб Big Knife называется Сейчас будем пробовать Можно ознакомиться с цены На шаварму Как она здесь написана Шаварма С говядиной сегодня нету Есть только с курицей Стандартная шаварма На тарелке На рубли Стоит 300 рублей Если закрученная Как мы привыкли То стоит еще дешевле Пицца тоже есть Внимание, кебаб Куриный 300 рублей Все на месте И даже Солидная порция Салата Ну что ж, будем пробовать Ух ты, вы только посмотрите В рис добавлен нут В лучших традициях риса Фантастика Наконец-то Самое главное Влад доволен Что у нас с салатом? Мммм Даже заправлен чем-то Просто потрясающе Начинаем экскурс По кенийским кофейням И первое Джава Хаус Сетевое заведение Популярное В Найробе Круассан И двойной латте 420 рублей Круассан Впервые такой вижу С ананасовой начинкой Типа локал Типа локал Типа локал Типа локал Кенийский кофе Мне определенно нравится Умеренное сочетание Горчинки И не горчинки А круассан Там где тесто Такое себе Типа сносное А вот начинка У меня тут немного Короче, круассан На твердую тройку Кофе на пятерку Это матату Тестная маршрутка CJ's кафе Элитная Сеточка Я в самом Флагманском Центровом Заведении В центре Найроби Кофе ладо 170 рублей Чизкейт 270 рублей Ожидаем Доставку К столику Пока можем Меню посмотреть Здесь не очень богатый Выбор десертов Скромный ассортимент Как правило Залог качества Это мы проверим Вот этот Ред вельвет Он какой-то Интернешнл Популярный В Индии Но в Индии Там Из самых дешевых Ингредиентов Мороженое Мороженка Всякая А вот и мой Кофе Ага Кофе 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 Смотрится нормально Не забыли Что я просил Экстрафот Молодцы Правда Пока нес Он чуть-чуть Разлил Козлил Негодяй Будем пробовать Без замечаний Но в чизкейке Самый же такой Интересный Это крем Который Часто оказывается Неудачный Ура Это чизкейк Можно есть Однозначно С гастрономией В Кении Гораздо лучше Чем в Индии И теперь Настало время Не сетевой Кофейни Без скотти С хорошими Отзывами Будем тестировать Опять Щучьи хвосты Повсюду Щучьи хвосты Наше Кофейни Итальян Кейс Без скотти Кафе Наверное Самое дорогое Кафе Даже по кофе Где В городе В принципе Цены плюс-минус Одинаковые Но здесь Чуть Дороже Капучино Латте 300 Шиллингов Масала Чай И здесь Индус проходил Видимо Это как-то Взаимосвязано И здесь Нет туалета А только Рукомойник Как вяжется Самый дорогой Кофе Отсутствие Туалета 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 Американу 250 250 Ага Это Сингл 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 Я потребую Дубль Американу И вот Кейк Вы показали мне Немного Кейк Да Мелкий Да Спасибо И Баттла Вода Вода Температура Вода Температура Да Молодцы Спросили Про температуру воды Обычно По умолчанию Несут Холодную И тут официантка Сообщила Что молочное Пирожное Вчерашнее И поэтому Оно может быть Нехорошее И в итоге Ожидаю Ческейк Так Вот так выглядит Ческейк С карамелью И печенькой Почему-то печеньку Кверка ногами поставили Что за непорядок, а? Это Дабл Да Спасибо Мой Американо Будем пробовать Так, начнем С Американо В Кении В Кении Видимо Нереально найти Плохой кофе Ческейк Во-как Влак доволен Чизкейк Вкусный Прекрасно, прекрасно. Кофе хороший, чизкик хороший. Этого мне так не хватало в Индии. Примечательно, что здесь одна порция капучино стоит столько же, сколько две порции капучино. Это отличает бискотти от всех остальных кафе, в которых я был в Найробе. Американо, пирожные, чизкейк и вода вместе 600, чуть больше, чем 600 рублей. Мораль. Воду надо носить с собой. Здесь большая наценка. Это я привык, что в Индии вода по закону не может в кафе стоить больше, чем в магазине. И отвык покупать воду в супермаркетах. Возвращаемся к старым привычкам. Арт-кафе. Тоже модная, популярная сеть кофе в Найробе. Здесь есть акция кофе и круассан. Если покупать с 7 до 9 утра, 450 шиллингов. Это чуть меньше, чем 350 рублей. И хочу вот попробовать торт соленая карамель. Как бы банально это ни звучало, а такого торта я не пробовал. Он у нас стоит 280 рублей. Можно подытожить, что в этих кафе нормальные цены на пирожные, тортики и, собственно, кофе. Но какие-то цены прям примерно как в Москве, или даже чуть дороже на основные блюда. Заказал двойной американо и торт соленая карамель. И вы только посмотрите, сколько здесь шучьих хвостов. Целая аллея. Спасибо, Кристи. Да. Будем пробовать соленую карамель. В этот раз заказал не лата, как обычно, а американо, чтобы разобрать чистый вкус кинейского кофе. То есть, действительно чистый. Ну что ж. А вилочка-то не десертная, обычная. Какой ужас, какой ужас. Нормальный. Ничего особенного. Но сносный. Фрэш. Ананас. Мята. О, правда чувствуется натуральный ананас и мята. И хорошее сочетание, здесь популярное. Стоит 180 рублей. Но, вот сладковатый. Непонятно, они добавляют сахар или это ананас такой сладкий, надо спросить. Это ссуга, или нет? Это ссуга с сахаром. Ссуга с сахаром. То есть, нет ссуга с сахаром. Ссуга с сахаром, да? Да. Только из сока, ананасового сахара. И снова арт-кафе. На этот раз в торговом центре Две реки. И пробуем. Помимо кофе, мы теперь еще и миндальный круассан. Миндальный круассан стоит около 160-180 рублей. На вскидку считаю. Кофе, как всегда, хорош. В Кении другого не бывает. Это вам не Шри-Ланка, где днем со днем надо искать. А вот круассан так себе. Не первые свежести, не первые. Он типа миндальный. Но они даже поскупились посыпать его миндальной стружкой. Это, конечно, позор. Недопустимая провокация. Миндальный круассан без миндальной стружки. Ничего не свежий. Все, плохой круассан. Ну, съедобный, конечно. А внизу ребятишки на картинге катаются. Подсели две француженки. Будет весело, если они тоже закажут круассаны. Да ладно, я специалист по калачам, куличам и бампушкам. Хотя, может, они уже в курсе и просто не заказывают здесь круассаны. А что же они заказывают? Непонятно. Да. Здорово. Подсели. Это скользящий кракован. А Steve, вы можете купить его поймать? Я тут кофе perfect, but very good, but for us, I have a good day. Thank you. Будем пробовать. Морковный в этот раз, морковный торт, огромный. Вкусный. И, подводя итоги вот этого гастротрипа по Найроби, могу сказать, что CJ's Cafe, так оно выглядит, по моему мнению, самая лучшая сеть кофеен в Найроби. Так что, если вы в Найроби ненадолго, можете не тратить свое время на поиски, идите сразу в CJ's Cafe. Пирожные, не могу сказать, что идеальные. Это не Италия, конечно, и не многие города России, между прочим, да, да, в России прекрасная кондитерка, но приемлемые. Кофе мне здесь больше всего нравится. Здесь хороший сервис. Так что, добро пожаловать в Кению, в CJ's Cafe в Найроби. И ставим лайки, и подписываемся, и комментарии пишем. До встречи. Продолжение следует...